Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина. На этой неделе вышел второй трейлер девятого эпизода Звёздных Войн. The Rise of Skywalker, название которого было переведено как Скайуокер Восход и что мне понравилось в этом трейлере больше всего, так это куда большее присутствие Палпатина, чем в предыдущем. В тот раз в апреле мы максимум что слышали его закадровый смех, но сейчас он самым что ни на есть прямым образом общался со зрителем, хотя, скорее всего, его фразы о судьбе и прочем были направлены по отношению к Рэй, ибо... Ну я думаю, если вы уже посмотрели данный трейлер, то вы знаете, почему в данном случае Палпатин, скорее всего, разговаривает с Рэй. Впрочем, к этому мы ещё вернёмся. И да, я хочу также добавить, что этот трейлер, хотя он и содержал раза в два меньше вставок из нового фильма по хронометражу. По эмоциональному воздействию, он для меня оказался не то что в два, а даже можно сказать раз в двадцать сильнее, чем апрельский трейлер, который, как мы помним, большей частью был посвящён исключительно похождениям Рэй и её друзей на одной далёкой покрытой песчаными барханами и скалами планете. Безусловно, тот трейлер тоже был хорош, богат на интересные моменты, но этот — это просто чистое, дистиллированное удовольствие, завораживающее своими сценами. Ох, как же сильно я надеюсь, что фильм эмоционально будет больше похож именно на второй трейлер, чем на первый. Впрочем, давайте же наконец обозрим новый трейлер в деталях. Итак, начался трейлер несколько медленно. Старый джедай, который практически никаких сомнений не оставляет в своей личности, рассказывает зрителю в лице Рэй о прошлом Ордена и о прошлом Галактике, о тысяче поколений джедаев, которые теперь живут в тебе. В качестве изображения используются в флешбеке из других фильмов саги, которые используются с целью ввозвать к нашему чувству ностальгии, заставив нас вспоминать ту историю Ордена джедаев, которая нам была известна. Для чистоты, правда, стоит сказать, что показанная во флешбеках история – это лишь малая талика всей истории Ордена джедаев. История, о которой можно говорить часами, вышеупомянутая фраза старого джедая «тысяча поколений теперь живёт в тебе» сразу же вызывает воспоминания о легендарном каноне, о далёких предках джедаев, о соблюдающих баланс между светлой и тёмной стороной серых джедаи жителях планеты Тайтан, а также о светлых джедаях жители планеты Оссус. Если ты хочешь глубже окунуться в подробную историю джедаев тех древних эпох, то я специально для тебя оставлю в описании под видео ссылки на мои видео на эту тему. Надеюсь, что тем, кто их ещё не смотрел, эти видео понравятся. Там можно сказать самый сок. Впрочем, если говорить о соке непосредственно трейлера, то вот закадровая речь старого джедая о грядущей битве добра со злом в лице Рэй с флэшбэками на фоне это лишь цветочки, а вот действительно сочные плоды мы можем вкусить лишь после окончания первой минуты. На данный момент, к сожалению, очень мало информации по поводу вот этого вот поселения на далёкой пустынной планете, равно как и о том, что в сюжете будет делать Лея Органа. Да вообще, если честно, о настоящем раскрытии всех деталей этого трейлера пока что очень рано говорить, ведь нас все грядущие месяцы постепенно будут подпитывать всё большим и большим количеством разных статей, эксклюзивов, интервью и многого-многого другого, так что многие из деталей пока что так и останутся за кадром, хотя интересно будет указать на коррелианские корветы в перемешку с модернизированными крестокрылыми, а-вингами, уай-вингами, бивингами и ещё кое-какими повстанческими кораблями, модель которых не поддаётся идентификации. А вот что точно поддаётся идентификации, так это вот летящие или может быть зависшие в космосе или в воздухе или ещё в какой-нибудь субстанции построившиеся в ряд звёздные разрушители первой модели, которые будто бы начинают или продолжают парад огневой мощи Галактической Империи. Кстати, я тут не зря сделал акцент именно на то, что звёздные разрушители в кадре были первой модели, а поскольку действие нового фильма разворачивается через несколько десятков лет после событий оригинальной трилогии, то есть уже после множества обновлений флота, произведённых как Галактической Империей, так и Первым Орденом, то тут можно сделать только два вывода. Либо герои попали в прошлое, либо они прилетели на какое-нибудь сверхсекретное место стоянки резервного флота Императора Палпатина. Если рассматривать с позиции старого канона, то тут сразу же в голову приходят две ассоциации. Первая — это некогда знаменитый флот Катана, созданный ещё до начала Войн Клонов армада тяжёлых вооружённых кораблей Галактической Республики, командир которой сошёл с ума из-за опаснейшего вируса, предположительно созданного злодеем той эпохи по имени Зета Магнус. Командующий Катаной отдал приказ своей флотилии отправиться в гиперпространство в неизвестном направлении, в результате чего аж 200 кораблей пропало без вести со всем своим экипажем, а также новой технологии так называемого рабского чипа, благодаря которому корабли Республики могли бы требовать для своего содержания и управления куда меньше матросов и офицеров. Через много десятков лет данный флот захватил и использовал в своей военной кампании против Новой Республики знаменитый и великий Гранд Адмирал Траун. Вполне может быть, что с тем флотом, который мы видим в трейлере, произошло нечто подобное. Есть шанс, что Адмирал этой великой флотилии, так же как и предводитель флота Катана, сошёл с ума и отдал приказ улететь далеко-далеко. Впрочем, у этой теории есть и недостаток. Сумасшедший Адмирал вряд ли бы смог так геометрически точно и красиво расположить флот. Тут-то в дело и вступает вторая теория. Теория о данном флоте, как о намеренном тайнике Палпатина. В старом каноне старый правитель Галактической Империи не погиб после взрыва Второй Звезды Смерти. Он использовал знания ситов, чтобы спасти свой разум и впоследствии переселить его в тело клона, начиная втайне править Империей со своего бастиона на планете Бис, находящейся близко к центру Галактики, окружённой большим количеством гиперпространственных аномалий и оттого малоизвестной большей части Галактики. На протяжении многих лет Палпатин тайно собирал армаду как из старых, так и из новых сверхсовременных кораблей, вроде кораблей под названием Владыки, способных одним выстрелом уничтожать целые континенты, а также затмений, которые обладали сходной боевой мощью, а также выступали в качестве флагманов Галактического Императора. Через шесть лет после своей мнимой смерти на Эндере Палпатин снова вышел из тени, используя его потайной флот, а также флоты перешедших на его сторону адмиралов, моффов и правителей многих тысяч звёздных систем. Он снова завоевал большую часть Галактики, а затем, впрочем, снова погиб от своей собственной самоуверенности. А точнее от рук Люка Скайуокера, который к тому же уничтожил большую часть его клонов. Хотя впрочем и это была не финальная его смерть, и я думаю в будущем надо будет сделать видео о том, как он выжил в третий раз, а также как он мог дожить до событий девятого эпизода, тем более, что многие из вас просили сделать именно такое видео. После кораблей у нас идёт ещё одна сочная отсылочка сразу к двум персонажам как старого, так и нового канона. Дроиду-убийцы Дарта Мола C3PX и протокольному дроиду, специализирующемуся на пытках под названием 0-0-0, ну или просто тройной 0. И является ли показанный нам в тизере дроид одним из этих двоих или же это кто-то третий, пока не ясно, но согласитесь, идея ввести вот такого вот злобного C3PX была очень даже интересной. Итак, далее у нас идёт небольшой обстрел, производящийся скорее всего из корабельных орудий. А как мы знаем, корабельные орудия даже старых звёздных разрушителей, вроде Венатора, могли одним выстрелом уничтожать целые города. Да, согласно официальным справочникам, по количеству испускаемой во время выстрела энергии турболазерный выстрел был бы равен взрыву сотен, если не тысяч ядерных бомб. Если то, что мы видим тут действительно турболазерные выстрелы, то я очень не завидую тем, кто находится в зоне обстрела. Ой, как не завидую. Ну а если выстрел производится с корабля типа Затмение, то целый континент обречён на выжигание. Ну а далее у нас идут чуть более привычные кадры тренировки Рэй. Злорадств Кайла Рээна, эпичные дуэли на фоне морских волн и разрушенного супероружия. Классика. А затем голос Палпатина внезапно восклицает, что путь Рэй скоро подойдёт к концу. Во-хоу! Что это было? Рэй перешла на тёмную сторону? Или это просто ведение силы, подобное тому, которую Люк видел в пещере Надагуба? Хотя может быть Рэй, подобно Люку в старом каноне, действительно перешла на тёмную сторону и присоединилась к Возрождённой Империи или к Первому Ордену, как минимум временно. Кстати, тёмная Рэй мне очень напомнила другую тёмную подружку Галактической Империи Старого Канона — Саррис, дочь директора Имперской Разведки, таинственного Лорда Кронола. Сразу же на ум приходит теория о том, что Рэй могла быть как-то связана по линии родства с вышестоящими Имперскими Элитами и что именно она должна согласно родословной стать новой императрицей. Это, конечно, не Рэй Палпатин и даже не Рэй- внучка или дочь Палпатина, а скорее Рэй- четвероюродная племянница Палпатина, но тоже очень даже неплохо. Кстати, а каковы ваши мнения по этому поводу, мне очень хочется их увидеть в комментариях под видео. Ну а последней интересной деталью можно указать вот это. Рейтинг для фильма ещё не был установлен. Может ли это намекать на то, что фильм сделают более взрослым? Скорее всего нет, ведь создателям нужны максимально широкие сборы, хотя мечтать, как говорится, не вредно. Ну что же, друзья, вот я и изложил мои мысли по поводу нового трейлера. Лично мне он очень понравился, самый настоящий удар по ностальгии, в хорошем смысле этого слова. И да, я уже давно о этого не говорил, ведь последние творения Диснея по вселенной Звёздных Войн отбили у меня оптимизм, но да, теперь у меня действительно есть надежда, что фильм получится хорошим. А что думаешь ты? Напиши комментарий по этому поводу, а также по поводу трейлера в целом. А сейчас мне остаётся лишь сказать огромное спасибо каждому из вас, из тех людей, кто досматривает видео до конца. Прошу не забыть поставить лайк и подписаться на мой канал и на группу ВК. И увидимся в следующих видео, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok